Уважаемые друзья, дорогие ветераны, 2015 год, год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это славная дата, которую отмечает вся страна. И сегодня, по сути, мы начинаем серию мероприятий, посвященных Дню Победы. Сегодня, в преддверии другого праздника, значимого для нашей страны, Дня Защитника Отечества, сегодня мы будем вручать награды участникам Великой Отечественной войны. Для меня это большая честь. Будут вручены юбилейные медали в честь 70-летия нашей победы. И глубоко символично, что произойдёт это именно здесь, в Георгиевском зале Московского Кремля, который хранит память о ратной славе России. Вы, дорогие ветераны, ваши судьбы и подвиги – неотъемлемая часть этой славы. Ваши имена, имена ваших фронтовых товарищей так же значимы, ценны для нас, как и те, что золотом горят вот на этих стенах. Приняв бой в самый сложный час и в самой жестокой войне в истории человечества и нашей страны, вы выстояли и победили. Терпели лишения и жертвовали собой. Без остатка отдавали все силы и сберегли Отечество. Выполнили высокую освободительную миссию, о которой, несмотря ни на что, помнит весь мир. Вы шли на фронт по велению совести, бились насмерть за каждую пять родной земли. А уничтожив врага, так же самоотверженно, плечом к плечу восстанавливали страну, сделали её действительно великой державой. Ваш пример сплочённости, силы духа, бескорыстной отваги и готовности к работе во имя Отечества будет жить в наших сердцах. Именно у вас, у солдат-победителей, мы учимся любить Родину, гордиться ею, учимся дружить и трудиться, и относиться к жизни, к своему делу, к людям, так, как по сей день относитесь вы искренне, ответственно и честно. Особая нравственная закалка, гражданское неравнодушие не даёт вам оставаться в стороне от общественной жизни страны. Многие из вас ведут активную патриотическую, просветительскую работу с молодёжью, и это очень важно, очень важно, что у новых поколений есть возможность узнать правду о Великой Отечественной войне, узнать её непосредственно от вас, от участников этих событий, с вашей помощью осознать всю глубину и масштаб происходивших тогда событий и дать им верную оценку, сделать правильные выводы, чтобы чудовищные идеи нацизма никогда больше не повторились и никогда никому не приходили в голову. Ваш опыт, дорогие ветераны, ваши знания имеют для нас неприходящую ценность, и мы благодарны за то, что вы ими щедро делитесь с нами. Невзирая на все прожитые годы, остаетесь в строю самых преданных защитников Отечества. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и глубочайшая признательность всего российского народа. Позвольте пожелать вам здоровья, благополучия, внимания со стороны близких и долгих лет. Спасибо большое. В соответствии с указом президента Российской Федерации юбилейной медалью 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов награждены участники войны. Азаров Виктор Яковлевич, участник обороны Ленинграда, Курской битвы, освобождения Украины, Молдавии, Югославии, боевых действий на территории Венгрии и Австрии. Ананьев Владимир Федорович, участник Сталинградской битвы, освобождения Украины, Крыма, Севастополя, Белоруссии, Латвии. Беляев Николай Михайлович, участник обороны Заполярья, освобождение Польши, штурма Рейхстага. Герой Советского Союза Булатов Михаил Алексеевич, участник Курской битвы, освобождение Белоруссии и Прибалтики, штурма Кёнигсберга. Гаврилов Валентин Николаевич, участник Сталинградской битвы и Курской, освобождение Белоруссии, Латвии, Литвы, боев Восточной Пруссии. Гайтукиев Николай Дмитриевич, участник Сталинградской битвы. Гакаев Ваха Нагаевич, участник Сталинградской битвы. Гакаев Ваха Нагаевич, участник Сталинградской битвы. Полный кавалер Ордена Славы, Добрица Василий Иванович, участник освобождения Украины, Белоруссии, Польши, битвы за Берлин. Дважды герой социалистического труда Долгих Владимир Иванович, участник обороны Москвы. Жук Владимир Станиславович, участник Сталинградской и Курской битв. Освобождение Белоруссии, Прибалтики, боевых действий на территории Восточной Пруссии. Кладкевич Иван Евгеньевич, участник боев под Ржевом освобождения Белоруссии. Ковалева Валентина Никитишна, участник освобождения Украины, Белоруссии, Польши, битвы за Берлин. Кокарев Анатолий Иванович, участник битвы за Кавказ. Освобождение Крыма, Белоруссии, боевых действий на территории Восточной Пруссии, битвы за Берлин. Колесник Сергей Юрьевич, участник Сталинградской и Курской битв. Освобождение Украины, Польши, Чехословакии, битвы за Берлин. Полный кавалер Ордена Славы Королев Владимир Сергеевич, участник Курской битвы, освобождения Украины и Польши, боевых действий на территории Румынии, битвы за Берлин. Куличков Василий Степанович, участник партизанского движения на территории Калининской области. Лемаева Евдокия Павловна, участник партизанского движения на Брянской территории. Майданников Владимир Иванович, участник обороны Заполярья. Макеев Исрафил Мусаевич, участник Сталинградской битвы, освобождения Украины и Молдавии, боевых действий на территории Румынии, Венгрии, Австрии. Панфилов Вячеслав Васильевич, участник Курской битвы, освобождения Украины, Польши, Чехословакии, битвы за Берлин. Пикалов Алексей Ксенофонтович, участник Сталинградской и Курской битв, освобождения Украины и Молдавии, боевых действий на территории Румынии. Репников Василий Петрович, участник обороны Ленинграда, Курской битвы, освобождения Польши. Герой Советского Союза Решетников Василий Васильевич, участник ударов авиации дальнего действия по объектам в глубоком тылу противника, в том числе в районе городов Берлин, Кёнигсберг, Будапешт, Варшава, Данцик. Герой Советского Союза Рунов Борис Александрович, участник освобождения Украины, Польши, Чехословакии, битвы за Берлин. Соколова Нина Лазаревна, участник битвы за Кавказ, освобождения Украины, Чехословакии, боевых действий на территории Румынии, Венгрии, Австрии. Стычинский Сергей Александрович, участник Курской битвы, освобождения Украины, Польши, Чехословакии, битвы за Берлин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Герой Российской Федерации. Сюткин Павел Павлович, участник освобождения Брянской области, Белоруссии, боевых действий на территории Восточной Пруссии. АПЛОДИСМЕНТЫ УНТИЛОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, участник Курской битвы, освобождения Белоруссии, Прибалтики, штурма Кёнигсберга и войны с Японией. АПЛОДИСМЕНТЫ Шапкин Александр Дмитриевич, участник освобождения Белоруссии, боевых действий на территории Восточной Пруссии и войны с Японией. АПЛОДИСМЕНТЫ Юркин Григорий Васильевич, участник обороны Ленинграда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот как приятно было сейчас услышать, вот прямо последний награждённый сказал замечательные слова. Привет от динамовцев Ленинграда. В строю ветеранами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А такие короткие диалоги вы видели одному из награждённых? Я говорю, а не знаешь прямо куда вам вешать медаль-то? Он мне так строго отвечает, найдёте куда. Я хочу сказать, что и медаль мы всегда найдём, и орден найдём место, куда повесить. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что и в нашей памяти, и в нашем сердце всегда будут места для тех, кто совершил уникальный подвиг во имя нашей Родины, защищая её ценой своей жизни, своего здоровья, беззаветно служа Отечеству. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ